Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 3 сентября 2024 года. На улице, как всегда, пекло 30 градусов, а то, наверное, уже и выше. Хочу вам показать томатик петруша. Буду обязательно выращивать на следующий год. Розовый, вкусный, для открытого грунта. Было 20 штучек. Сеяла все, ну и высаживала все. Очень вкусные, мясистые, сахаристые. Томат до 200 грамм. Вот это у меня вырос самый большой томат. Еще зеленые на улице есть. Тоже очень-очень крупные, тяжелые. Ну, 200 может и не быть, но 150 будет свободным. Так, собираю семена из них. Средний, ранний, дружно плодоносящий. Все правильно. Высота растения 50-60 сантиметров. Рассада очень хорошая. Не перерастает. Такая коренастенькая. Хорошая очень рассадка. Вот я начала собирать. Немножко собрала. Эти уже просохли у меня хорошо. А эти вот уже досыхают на ситечке. Как я собираю? Я их разрезаю. Сейчас посмотрим, какой он внутри. Посмотрите, какой он мясистый и сахаристый. Действительно, очень вкусный. Что мне в нем нравится? В нем мало кислоты. Как некоторые огородники называют пресные. Я люблю такие пресные. Но вот форма на картинке более удлиненная. А здесь у меня более округленная. Ну, ничего. Нормально. Для меня семян хватит. Так что я эти собирать не буду. Мы его просто скушаем. Он еще в хорошем состоянии. Можно его скушать. Вытаскиваю вот всегда кружку. Удобно так. Потом на сито. Никакой воды я не добавляю. Не промываю. По настроению. Когда я добавлю воды. И вот на ситечко. Хорошо под краном промываю. А потом у меня в сити прямо истекается водичка. И сохнет прямо в сити. Очень мне удобно. Понравилось. И вот здесь очень много семян. Так что я не буду. У меня вот такая старая ситечка для сборки семян. Для такой вот грязной работы. Не для пищевой, а для грязной работы. И вот посмотрите, сколько я много собрала. Их. Мне будет достаточно. Но здесь еще не дозрели. Здесь у меня были томатики перезрелые. Видно, семена хорошо, хорошо, очень вызрели. А здесь еще немножко с зеленцой. Но если я встречу в магазине петрушу, я обязательно куплю пачечку. Попробуй посадить и свои семена, и магазинные семена. А вдруг у меня опылились или перепылились, или что-то не так. Пусть будет семена из фирмы. Сибирский сад очень хороши. Петруша очень хорош. Многие садоводы и огородники хвалят этот сорт. Довольны этим сортом. В открытом грунте очень хорошо выращивать его. Но, но... У меня много его погибло. Фитофтора. Но я успела в этом году 10 10-литровых ведер собрать до фитофторы. Уловила момент. И много осталось у меня. 10 ведер осталось в открытом грунте. Не только петруши, других сортов. Но сейчас прошла фитофтора. Некоторые помидоры у меня там цветут и дают новый урожай. Так что трогать не буду, выбрасывать не буду. Пусть сидят до самого октября месяца. Ну вот, мои дорогие друзья, показала я свой любимый сорт томатиков. Петруша огородник. Еще у меня лежит боец Буян. Не знаю, где здесь боец и где Буян. Вот уже пора. Видите, все. Будем завтра с вами брать семена. Еще у меня лежит сибирский салют. Перчик. Нужно семена взять. Как красавец. Один к одному. И вот здесь на окошечке у меня Анжелочкины. Тоже пора уже брать. Вишня Юпи красная. Вот эта вот кругленькая. Очень мне понравилась. Вкусная такая. Сейчас ее море у меня на огороде. И вишня Юпи сливка. Но она какая-то разная. И полусливка. Есть как сливочка. Но очень вкусный, хороший сорт. Буду со всех брать, смешивать. А там что вырастет. Там что вырастет. Ну вот и все, мои дорогие друзья. Показала вам, Как я взяла семена Из помидор Своих любимых. Петруша огородни. Который выращиваю каждый год. Заходите в гости. Как всегда буду рада. До свидания. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok